...это всё дело как-то там стрельнуло, попало на радио. На тот момент это было очень интересно. Чего-то новое делит. Да он тройш металл попал, поэтому на радио стоял. Мы здесь просто не понимаем на самом деле. Как они вообще ничего не понимают? Ну тройш металл на радио не попал. Кстати, да, это между прочим. Это факт. Здорово. А вот с точки зрения во время концертов, из зала что больше занимается? Какая атмосфера, которая из зала идёт? Может быть какие-то флэш-мобы, которые больше всего запомнились, больше всего нравятся? Самое главное из флэш-мобы это то, что люди рубились, прыгали искренне. Я думаю, что это не бывает у вас. Мы вообще не постоянно писали. Иногда приходится раскачивать зал. И это немножко обламывает, потому что люди скованно себя чувствуют. Есть города, где люди с первой же ноты, например Минск, или мы были в туре в город Пензе. Там сразу с первой ноты от первого ряда до последнего люди упрыгают волной. То есть как в Японию группа приезжает, славится японская публика, тем самая очень активная. Понимаем. Вот это круто, то есть когда люди расслаблены. Когда они зажаты, приходится раскачивать ещё... Но иногда это не все умеют. Ещё в каких-то песнях у нас есть специальные там моменты для этих тем, чтобы раскачивать. Вы подбойте там вместе, давайте прыгнем, присядем, там встанем. Вот. Потому что иногда... Ну просто странно, когда энергетически заряженная музыка не находит отсюда, то есть такого... такого же адекватного в зале. То есть если мы играем в какой-нибудь, допустим, там... как рубучай, в такой спокойный рок-н-ролл, или там, допустим, какой-то вялый гранж такой, типа сервисовский, да? Ну то есть где там... Ну надо слушать больше. Вот. Я думаю, как бы уместно. А когда люди стоят, и кажется, что то есть звук плохой, может быть, там, в зале их не качает, может быть, там, ещё чего-то и так далее. Не, ну иногда... Самый крутой флешмоб, это когда люди очень жарко воспринимают. Ну это, кстати, иногда интересно. Бывают концерты в Туре, да, там, например, когда приходят люди такие, просто увидят, да, и пишут, а, я слушаю, да, то вы посмотрите. Значит, стоят по дороге. Первые люди стоят, это очень к концу концерта, но это практически всегда так бывает, что, если эти люди стоят, то к концу концерта, у вас программа построена, вот, Виталий, собственно, стройка из программы таким образом, что он растающий, там, маленький спад, а потом взрыв такой, и люди, конечно, начинают потом двигаться. Это очень смотрится интересно. Сначала люди такие, а потом... Да, в плане флешмобов, что касается там, что, там, воздушных шариков, самолетиков, многими любителей. Да, есть группы, которые это любят, ну, не будем их называть, не для нас, это как-то неестественно, и как-то... У нас там группы есть флешмобов? Нет, флешмобов, это флешмобов. Нет, флешмобов, это уличная такая, какая-то хулиганская тема, это круто, то есть, то есть, анархия какая-то, и хаос, это, ну, когда на рок-концерте, это всегда очень, ну, прикольно вообще, потому что, в принципе, рок-музыка, это музыка такая свободная, да, то есть, и когда туда вплетаются уличные нотки, видев ее, это круто, но плохо, когда это делают люди, не думая головой в зала, где нету интелляции, это, конечно, ну... Горить так гореть. Мы, конечно, переживем это, и, ну, жалко людей, которые находятся в зале помимо нас, там могут быть беременные женщины, вот, я помню концерт, даже по таком большом клубе, как арена, там запалили штуксой этих фаеров одновременно, и там даже на фотографиях видно, как некий поток ядерного взрыва из дыма присякается по потолку, и там на втором этаже люди не могли дышать, просто они в слезах, наверное, убегали, не было видно больше ничего то есть там глина от тумана висела такая, что... Мы обычно делаем по TRU, и видно только первое, и как мы поговорили потом с активистами, мы говорим, ну и конечно... Еще от качества фаеров зависит. Все должно быть в меру, хорошо. Зеленые фаеры надо покупать. Нет, помещение лучше этого не делать, потому что, ну... Ну да, это для Open Air больше подходит. Хотя это такая специфика, характерная вот, скорее, Россия, когда были в США, там были группы, мы с ними общались, с которыми мы ездили, показывали им видео с наших концертов, они такие, что это? Почему все горит? У них что, закрытое помещение? Нет, у них вообще природы нет, на фестивалях не где. Они такие, круто, 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 но у нас такого нет, мы не знаем, что такое. То есть это какой-то ноу-хау российских фэнов, видимо, футбольных фанатов пошло, потому что стали, ну... это близкие аудитории, как бы, приходят фанаты и на рок, там, и, собственно, мальсоманы, там, связаны. В Германии на фестиве помогли? Нет, они не работают. Нет. В Англии они точно есть? То есть там просто рождается человек уже с файл? Нет, нет. С ручкой пива с файл? С ручкой пива с файл? В футболе есть. Надо с вами таким стул, когда соберетесь ехать, да, за границу с вами? Я думаю, что... Нет, у них связано с безопасностью, на концертах просто не дадут пролезти, как у нас. То есть, допустим, у нас тоже отбирают, но как-то проносят таким вообще образом люди, что я даже не представляю, куда они засовывают. И сами группу помогают, собственно. Сами проносят, преподавают. Наверное, на западе нет такого взаимодействия фэн-база с грудью, чтобы они выгоняли флера за тем, чтобы они зажигали. То есть, вот, ты уже... Я вот пошел, да? То есть, группу помогают, можно... Помогают, да. Я сама проносила в аренке, в аренке. Да. Я взяла две песни. Что касается, уважаемых, вы уже про тараканов что-то поговорили, а в целом собираетесь, где-нибудь, бюлеты с кем-то, еще как с темом, например, было? Пока что на новом материале только начали работать, сейчас все в оркестре ушло на нашу, ресурсы, творчество. Ну, мы просто еще в свое время так много сделали дуэтов сразу, что это же пока, наверное, с кем... Можно с теми же самыми лицами, я думаю, почему-то не... Ну, было очень здорово, Александр Деда, да? Да, да. Особенно тогда появление на шествии, это был, получается, тринадцатый, да? Да, да, да. Это было внезапно, да? Это было очень клево. Ну, там вообще клево был, именно на ювсете, на альтернативности. Ну, прям он был очень клево, потому что он самый старательный. То есть, пепетит он панк, он там выходил с бумажками какими-то, то есть, запомнить там два куплета, в принципе, можно было, но он к этому так вопросы фирософски относится, поэтому мы как-то не напрягались, поэтому был... Но, тем не менее, он так, варьяжник что-то делал, а тем он очень старался, и прям в кладу, я помню... Ну, буквально первый раз, когда он выбежал, там была такая жара, по-моему, градуса 50, наверное... 43 градуса, то есть, да? Да, он выбежал босиком, а сцена была железная. Он выбежал, так радостно на песню, когда мы говорили, что ты... Ну, с коворотки он начался, пожарился. Но, тем не менее, он ушел, амульс он запел, то есть, с жареным ногами. Спрашиваете, если вы хотели? В планах, может быть, нет, но вы бы хотели с кем-то? Ну, почему нет? Ну, пока не думали с кем. Нестерственный процесс. То есть, конкретных нет. Самое сложное, конечно, в плане того, чтобы выцепить артиста, это дует с пухом. Не то человека либо выцепить, либо застать, ну, в нашем концерте в адекватном состоянии уже сложно. Так что, снимем его, но пока на сцену, что-то никак не уйдешь. А, ну, Чача еще все время, да, отнижает. Да, про трубу. Это что? А? Да так, это... Чача было добавлено. То есть, когда он приезжал, ему досталась такая песня, не самая простая в плане размеров. Все как один, она такая ломаная. И он, в общем, так, с трудом попадал в ритмику. В общем, мы с ним боролись, боролись над этим, но в итоге там как-то удалось. Ну, мы резали, да. Он старался, 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 потому что... Ну, пока мы ему такие... Саш, давай споем. Я не могу эту песню! Сами ее портим! Давайте камеру споем! Давайте камеру на наив! Нет, кстати, до сих пор сценарий остался. У меня наивы есть? Нет, нет. Ээээ, что-то там не было. А, ну давай сплошь! Ну, Саша наивы, на самом деле, я даже одно время это исполнил... Но он харизматичный, его, конечно, вообще не перепутят ни с кем. К сожалению. Ходиться рядом с Чачей, не умнуться, мне кажется, это может только глубоко... Саша, подходит к тебе, просто улыбается, и ты такой... Ну, темп, голос, конечно, вот этот такой у него, или как-то бас. Я не знаю, как это назвать. Нет, это было. Короче, он спел, и там надо было одну ноту немножко оттюнить, ну, программой. Поднять. Крепаться, да. Мы начали двигать по всему спектру нот, Она не менялась. Она просто настолько закомпенсированный сам по себе естественным образом голосом. Не, она сейчас... Оставим там. Саша нормальный диджеев был. И говорит на желудочку. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Мы не хотим делать. Мы приехали, когда на стол, мы писали на базе, на нашу лепецовую пакуруцию для второго года. И он со мной приехал, такой, «Сейчас я в магазин пойду». Пошел в магазин, такой, «Вас кофе-то есть?» «Нет». Он купил кофе какие-то батонные, какое-то масло, сахар, печеньки. Приходит, «Это, Васянский подгон». К сожалению, время ограничено. Фотография, переходим хотя бы. Фотографии нам еще хочется... А вы потом обшир. Делай хорошую. Да? Можно вас сюда?